Добрый вечер! Вы смотрите «Давич» и меня зовут Екатерина Зубарева. В течение ближайшего часа мы расскажем о событиях города, области и страны. В студии за это время побывают гости. Это врач-аллерголог Ирина Ермакова и активист движения «Чисто вятка» Григорий Поскребышев. Итак, мы начинаем и вот о чем мы расскажем сегодня. Копоть и вредные примеси в Кирове снова думают, как бороться с чадящими пазиками. Чихание и зуд. Врачи ждут всплеска обращения от страдающих аллергией. 30 лет полет нормальный. Кировский музей космонавтики празднует юбилей. В начале выпуска напомню о голосовании. Сегодня в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» шел опрос. Мы решили узнать, появляется ли у вас весной аллергия. В комментариях можно оставить свой вариант ответа. У вас еще есть время повлиять на результаты опроса. Итоги узнаем уже скоро, а пока перейдем к новостям. Конкурс по поддержке местных инициатив «Наступающий пожароопасный сезон» и бюджет региона. Эти вопросы сегодня обсуждали в правительстве области. Обо всем по порядку расскажем в сюжете. Сухие цифры и положительные примеры. Так можно характеризовать отчет министра социального развития Кировской области Ольги Шулятьевой. Она рассказала, как в регионе на протяжении 10 лет реализовывалась программа по поддержке местных инициатив. Что касается этого года, всего до конкурса было допущено 384 заявки. 360 из них будут реализованы в 2018 году. Хочу отметить, что соотношение победивших заявок к участвующим в конкурсном отборе 2018 года составило 94%, что стало самым высоким значением за всю историю реализации проекта в области. Из 360 инициатив победителей – это 217 проектов в конкурсе поселений, 40 в конкурсе районов, 102 в конкурсе городов и один проект – это садоводческие и некоммерческие товарищества. Наибольший размер областной субсидии в рамках проекта 2018 года с учетом всех четырех конкурсов. Однако замечания к такому положительному докладу у главы региона все же нашлись. Хорошо, что среди участников есть лидеры, считает Игорь Васильев, но плохо, что они за эти годы не меняются. В этом направлении и нужно работать. Участники заседания с этим предложением согласились и перешли к обсуждению второго вопроса. Он касался подготовки к пожароопасному сезону. По данным министра лесного хозяйства, сейчас ведется активная работа, которая минимизирует последствия пожаров в лесах этим летом. В борьбе с этой проблемой будут задействованы и техника, и дополнительные люди. В целях решения проблемы в условиях недостаточного финансирования, в настоящее время, как само лесоохрана, осуществляется прием на работу сезонных рабочих на тушение лесных пожаров. И заключение договоров на оказание услуг по тушению лесных пожаров с лицами, использующими леса. Помимо этого, собравшиеся обсудили еще три вопроса, в частности, как использовался бюджет области и как в регионе реализовывали государственные программы. Екатерина Зубарева, Александр Марченко, Бюро новостей Дайвича. О том, как зарабатывают и тратят деньги, но уже в масштабах страны, рассказал сегодня Дмитрий Медведев. Председатель правительства Российской Федерации выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Государственной Думы. Дмитрий Житарчук выслушал доклад и уже готов вкратце его озвучить. Да, Катя, пройдусь буквально коротко по основным пунктам отчета премьер-министра. Сам доклад длился больше часа. Остановлюсь, пожалуй, только на социалке. Отмечу, докладывал Медведев о работе правительства страны за последние шесть лет. Стресс-тест экономика России удачно преодолела, отчитался премьер. Если учесть, что именно в последнюю шестилетку случился экономический кризис, двукратное падение цен на нефть, а также рядом западных стран были введены экономические санкции. Итак, что касается социальных вопросов. Как следует из отчета, младенческая смертность снизилась почти на 36%. Цитата, настоящий прорыв произошел в медицине высоких технологий. Объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос в два раза. Так, в 2017 году ее получили около 1 миллиона россиян. Благодаря санитарной авиации медицина стала доступной для людей из отдаленных районов. Нам удалось снизить общую смертность на 6,8%. Особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, от туберкулеза. Прошу обратить внимание на эти цифры. Именно на борьбе с ними мы сосредоточились в рамках выполнения майских указов. Еще несколько цифр от премьер-министра. Так, за последние 6 лет в России появилось на свет больше 11 миллионов человек. Это на 2 миллиона больше, чем за предыдущую шестилетку. Таким образом, прирост населения составил около 3 миллионов человек. И в последующие годы правительство продолжит поддерживать рождаемость рублем. Тем, у кого родился второй или третий ребенок, мы субсидируем ставку по ипотеке сверх 6%. Малообеспеченные семьи теперь также получили право на ежемесячные выплаты на первого ребенка. Продолжается и борьба с бедностью. За этой чертой, по подсчетам правительства, сейчас около 20 миллионов человек. С этой целью повышен минимальный размер оплаты труда до 11 163 рублей. Хочу прямо сказать, мы им поддержку обязательно окажем. Уже сейчас мы выделили из резервного фонда правительства на эти цели 36 миллиардов рублей. Что касается детских садов, то по данным правительства, за 6 лет в России было построено заново более 5000 дошкольных учреждений. Таким образом, в большинстве регионов удалось сократить очередь для детей в возрасте от 3 лет. Сейчас власти продолжают решать проблему ясельных групп. Делаем все, чтобы родители уже к 21 году могли отдать ребенка в ясле, если они этого захотят. Софинансируем расходы регионов, которые являются ответственными за эту тему. Речь идет практически о 50 миллиардах субсидий в этом и следующем году. Жилье. Тут Дмитрий Медведев отмечает очевидные успехи. Так, в 2015 году было введено более 80 миллионов квадратных метров жилья. В 2017 чуть меньше, но эти цифры больше, чем строили во времена Советского Союза, отметил Медведев. Сейчас решается задача, чтобы сделать жилье доступным для большинства россиян. Ни в один другой период в нашей стране ставки по ипотеке не были такими низкими. Они сейчас меньше 10%. В прошлом году более 1 миллиона семей взяли около 2 триллионов рублей на приобретение жилья. Что касается расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, с 2012 года удалось расселить больше 700 тысяч граждан страны. И это, напомню, лишь малая часть всего доклада премьер-министра. Спасибо, Дима. Добавлю, что от работы правительства России в том числе зависит уровень жизни в стране. Наши корреспонденты спросили прохожих, как они оценивают работу российского кабинета министров. Мы-то ведь маленькие люди. Как мы можем что-то ему сказать? У него там целая свора сидит, которая должна все этот самый. Они, когда их избирают, так они, знаете, они все обещают, все. А когда уже засели – ничего. Не могу садить, а я за этим не слежу. Я на пенсии так не по барабану. Пенсия идет, ладно. Я даже не знаю, что сказать. В общем-то, наверное, довольна. Довольна. Пусть так все будет. Российский менталитет не изменишь никаким правительством. Больше мне сказать нечего. Нет. Не работают, в принципе, ЖКХ. Что-то цены бешеные. На два отца плохо. Все-таки. Два. Только два. Да. Ни дороги нету, ничего нету. Снег везде, грязь везде. Не проехать, не пройти. Кировчане могут пожаловаться на чадящие пазики. Такое предложение сделали жителям города активисты организации «Чисто вятка». Они сфотографировали несколько автобусов, из выхлопной трубы которых при движении шла копоть. Наша съемочная группа сегодня проехала по городу, чтобы определить масштабы проблемы. Каким выводом пришли журналисты, узнаете в следующем сюжете. У нас экологи там бывают, проверяют. Все. Скажите, пожалуйста, зачастую бывают различные выхлопные газы, выделяют ваш автобус, такой проблемой не страдают? Ну, я думаю, что нет. Можете посмотреть сейчас, я поеду. Так отзываются водители общественного транспорта по поводу дымящих пазиков. Экологи, механики проверяют регулярно. Пассажиры не жалуются, проблем нет. Только вот сами люди думают по-другому. Дымовые облака от выхлопных газов ежедневно вредят здоровью. Особенно, когда на машине едешь за автобусом, это же лето, например, это открытые окна, и все газы, весь выхлоп попадает внутрь машины. Конечно, малоприятно. В автобусах ужасно. И курят, и запахи всевозможные, и все. Ну, знаешь, что вот задыхаемся, то, что вот бывает оттуда откуда-то, доносит ветер запах нехороший. Встречаю очень часто, особенно в летний сезон, когда сам катаюсь на велосипеде, по прежней части в том числе. А реагировать на законодательном уровне, по-моему, все уже и так прописано, но не соблюдается. Тяжело дышать бывает, как на остановках, так и в потоке движения. Если в салоне автомобиля еще предусмотрены какие-то фильтры, то пешеходам, велосипедистам просто некуда деваться. Борьбу с так называемыми чадящими пазиками в Кирове активисты-экологи начали примерно два года назад. Все началось с коррупционного скандала, который поднял Виталий Брам, местный блогер, политик. И я тоже принимал в этом участие, именно придать медийные огласки публичности, когда под видом нормального топлива для заправки автобусов покупалось другое – танковое или печное топливо. Тогда следственные органы долго не могли определиться с мерой пресечения, добавил Григорий. В то время некоторую часть пазиков отремонтировали, другие – коптящиеся – остались на рейцах. Они продолжают отравлять атмосферу. 55 процентов, есть другая цифра – 65 процентов, загрязнение атмосферного воздуха происходит исключительно от передвижных источников выхлопов, то есть от автомобилей, от частного автотранспорта и от общественного транспорта. А лишь оставшиеся 45 – это стационарные источники, то есть заводы и так далее. Сейчас активисты намерены собрать информацию по конкретным случаям. В социальной сети граждане уже размещают фото чадящих пазиков. Они указывают их номера и места, где они были замечены. К началу лета активисты «Чистокиров» намерены передать собранную информацию в органы исполнительной власти, а потом публично освещают в соцсетях ход решения тех или иных случаев. Анна Стефаненкова, Александр Марченко, Бюро новостей Давича. Обсудить проблемы чадящих пазиков мы пригласили кировского активиста-эколога Григория Поскребышева. Здравствуйте, Григорий, спасибо, что пришли. Повторите еще раз, для чего был запущен вот такой народный контроль за пазиками? Ну, это все началось, повторюсь, с того, что была закуплена партия топлива более низкого качества. Соответственно, появились жалобы. Активисты, общественники и экологи стали выходить вместе с прокуратурой, с местным министерством на различные рейды экологические. При них делались замеры, это все анализировалось, собиралась информация, выписывались протоколы. Но на тысячных протоколах все остановилось. Единственное могу сказать, что сейчас, конечно, ситуация улучшается. Во-первых, потому что лето идет смена топлива. Сейчас этих присадок мы уже не видим практически. То есть, мы одно топливо, а летом другое, да? Да, да, конечно, это у всех даже дизель разный. И, естественно, часть вообще общественного транспорта переходит на газ. Это тоже хорошая тенденция, на самом деле. Но для этого нужны деньги. То есть, это могут сделать крупные монополисты, крупные игроки. Но мы будем продолжать давлять над ними, для того, чтобы в конце концов город стал чище, и мы смогли дышать. Потому что, как мы все с вами знаем, 55% загрязнения атмосферного воздуха осуществляется как раз из источников передвижных. А какую угрозу несет такой транспорт? Какие осложнения могут быть? Ну, как вы понимаете, это, разумеется, респираторные заболевания, это аллергии различные. Я так понимаю, у вас даже специалисты будут выступать. Сегодня, да, приняты на гости. И более подробно расскажут. И, разумеется, не исключено, что в том числе некачественный воздух, так скажем, загрязнение, вот эти вот все могут создавать причины, после которых чистота появления онкологических заболеваний, может быть, легких, да, не злокачественных, может появляться. И у меня есть просто хороший пример. Я знаю людей, которые уехали в другую страну, в европейскую, из Кирова. Они там живут уже примерно 10 лет. Это хорошие кировчане, программисты. И мне этот человек рассказал, когда я с ним общался, на площадке одного интересного заведения кировского, что когда я приехал туда, у меня перестали болеть глаза, у меня пропала аллергия. То есть это связано с экологией? Конечно, это полностью связано с экологией. Но здесь, конечно, не только эти вот зловонные выхлопы, еще и то, что у нас не применяется грануляр, а песок. Соответственно, когда приходит весна, у нас начинаются эти пылевые бури и песчаные, и некачественное топливо, и это все в такие смоги непонятные. Мы вроде бы в степи живем, а как в пустыне. Ну вот это просто разговоры даже людские, а не какая-то экспертная оценка. Григория, ну вот вы запустили такой общественный контроль. Это не единственная площадка, куда кировчане могут присылать свои фотографии. Да, вот я знаю, что на портале ГИС Экология тоже разработан слой, называется общественный контроль. В 2017 году кировчане могли разместить там информацию о несанкционированных свалках, и в этом году были расширены возможности, также можно сообщать о чадящих пазиках. Для чего вот несколько таких площадок, куда можно сообщать, если и так уже известно, что можно туда присылать? Вы думаете, так лучше будут контролировать? Прекрасный вопрос. Смотрите, у нас в сообществе любой гражданин может подать в любой форме заявку. Вот сейчас вот мы видели сюжет, и там был скриншот нашего, нашей группы, человек просто написал, я в 7 часов видел пазик по такому-то адресу, там не соблюдены условия сообщения, а все-таки на ГИСе у министерства у них есть определенные требования. Если они, например, не укажут там номер или адрес, у них не пройдет заявка. У нас это в свободной форме. То есть у вас проще. Да, проще, 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 понятнее, и потом мы говорим, что вот вы не указали номер, например. Соответственно, они, ну, дорабатывают этот вопрос, узнают номер, лучше смотрят за этим автобусом, и, естественно, ну, это просто элементарнее, проще для как-то более человечной, что ли. А потом мы не против сотрудничества с министерством, это, в общем-то, у нас задача-то, чтобы было чище, чтобы меньше было аллергии и онкологии, а не, там, одну-две площадки плодить. Ну, вот скажите, наказывают все-таки водителя прежде всего за такой пазик, по-моему, ему 500 рублей штраф дают. Это действенная мера, и водителя ли нужно наказывать, если он ездит на таком транспорте? Вот честно, водителю вообще без разницы. Водитель – это наемный рабочий, который работает с работодателем, тавтология, но, тем не менее, по договору, по контракту. Ему сказали проехать столько-то маршрутов или столько-то часов. Он это делает. Это подневольный работник, к нему вообще никаких претензий не должно быть. Здесь нужно именно создавать такие условия, так скажем, вступления на этот рынок в городе. Может быть, даже не обязательно штрафы нужны большие. Может быть, именно методы поощрения должны быть такими, что… Водителя поощрения. Не-не-не, поощрение… Компаний. Компаний, да, перевозчиков такими, чтобы они хотели модернизировать свой автотранспорт, хотели бы улучшать или повышать марку топлива, чтобы им было выгодно соблюдать закон, чтобы им было выгодно нас не травить, чтобы им было выгодно сохранять нормальную атмосферу в своем городе. Но с другой стороны, закон уже существует. Почему мы еще должны поощрять, когда можно просто соблюдать закон? Потому что это Россия, здесь нужен кнут и пряник. Нужно и поощрять, и наказывать. К сожалению, одними разъяснительными мерами никогда ничего не добьемся. Но какая-то работа вот в этом направлении ведется именно с перевозчиками? Не водителей наказывать, а с перевозчиками? Я думаю, что в поощрительной форме ничего не ведется как раз. И это может быть упущение. И спасибо вам, в том числе за эту идею. Возможно, это следующее направление действия, когда мы, так скажем, урегулируем механизм наказания, подборки всех этих материалов в единый, в воде, папку и потом сдачу надзорной инстанции. Следующий, может быть, шаг будет как раз поощрение или предложение методов поощряющих тех перевозчиков, которые переходят на альтернативные виды топлива. Те, которые закупают новый, экологичный, более эффективный транспорт, который меньше выхлопов дает. Может быть, те, которые ставят фильтры в конце концов. Нормальные, современные фильтры. И вовремя их менять, разумеется. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили экологию в нашем регионе по пятибалльной шкале? Какую бы оценку поставили? Я думаю, между тремя и четырьмя баллами. То есть не так все плохо? Серединка? Да, да. Конечно, не 14 место, как у нас показывали некоторые рейтинги. Вот мы поднялись. Это, конечно, связано исключительно с тем, что была значительная активность в 2017 году со стороны проправительственных и некоммерческих организаций, не более того. Нет, мы всегда были середнячком, и это отмечали эксперты, в том числе из питерского движения «Мусора больше нет», Денис Старк, с которым мы сотрудничали одно время. То есть Кировский середнячок, таких регионов много. Но здесь, я скажу вам, все равно есть к чему стремиться, и делать надо еще больше, никогда нельзя останавливаться. Но вы думаете, в дальнейшем будет лучше или хуже? С учетом экономической ситуации у меня прогнозы неутешительные. Но для того, чтобы у вас настроение перед сном было хорошим, я скажу, что все будет стабильно, может быть, чуть получше, но, так скажем, это будет долгий процесс улучшения обстановки, очень долгий процесс. Это будет не год, а, например, 10 лет. Ну, будем надеяться. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был Григорий Поскребышев, активист-эколог. Спасибо, до свидания. А мы продолжаем, и сейчас небольшая пауза. Вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Чихание издут. Врачи ждут спецкообращений от страдающих аллергией. 30 лет полет нормальный. Кировский музей космонавтики празднует юбилей. Не клип и не экспериментальное кино. Выпускник Лондонского университета рассказал кировчанам, что такое видеоарт. В прямом эфире «Давичи» и мы продолжаем. Свежие продукты, низкие цены и большой выбор. Для ярмарок выходного дня в Кирове открывают новую площадку. Вместо театральной площади ярмарку организуют на Центральном рынке уже в эту субботу. С чем связана смена места и рады ли этому покупатели, расскажет Наталья Бакерина. Пока только 6, но уже в субботу будет 50. На Центральном рынке начали ставить палатки для весенней ярмарки. Организаторы уверены, в выходной здесь будет настоящий ажиотаж. Мы очень рады видеть всех товаропроизводителей, чтобы они, и сельхозпроизводителей, и фермеров, чтобы они могли на нашей ярмарке показать свой продукт и продвигать его дальше. На прилавках в основном продукты питания, но будут и актуальные сейчас товары для дачников, семинары, сада и садово-огородный инвентарь. Цены обещают предприниматели ниже, чем в магазинах, ведь для самих продавцов эта площадка бесплатная. Либо пойдешь в магазин, заплачешь процент от аренды помещения, либо ты придешь на бесплатную ярмарку, где практически это будет все без наценки. Цена от производителя будет. Мы хотим покупателю донести свежий товар, чтобы сразу было. Не добавляем никакой консервант, поэтому, в принципе, торговые сети нами не заинтересуются. Очень тяжело сохранить нашу продукцию в свежем виде, потому что условия хранения нужно именно соблюдать. Есть сроки у некоторых производителей, которые по полгода, у нас максимум месяц. На театральной площади ярмарок выходного дня больше не будет. В мэрии решили, что административный центр города не самое подходящее место для палаток, которые выглядят не вполне презентабельно и портят внешний вид делового центра. Но это не значит, что ярмарки исчезнут в принципе. Мы не говорим, что на театральной площади не будет проходить ярмарок. Они будут, но только в формате общегородских народных гуляний. Либо ярмарки будут событийные, тематические. Например, медовая, рождественская. Те, кто зашел сегодня на рынок, признались приятно удивлены и ждут открытия субботней ярмарки. Свежие продукты и все. А цены? Устраивают вполне. Ниже, чем в магазине? Конечно. А что покупаете? Все. Мясо, рыбу, все. Ну, в основном покупаю рыбу, овощи, яйца и все еще тут. А рассада по весне? Все есть. Все собрано, все в одном месте. Очень дорого бывает. И недорого. Между тем, площадок для ярмарок должно стать больше. В администрации планируют задействовать ближайшие к городу Костина, Радужный и Дороничи. Ну а в эту субботу кировчан ждут на центральном рынке. Вход на ярмарку со стороны улицы Пролетарской с 9 до 2. Первые симптомы аллергии на пыль у жителей центральной части страны врачи ждут к середине апреля. Об этом рассказал главный аллерголог, иммунолог Москвы Александр Помпура. А пик аллергии возможен к маю. Он наступает при 10-15 градусах тепла. Готовы ли к началу весеннего сезона кировчане, страдающие этим заболеванием? Расскажем далее. Светлана Штогрина встречает весну с опаской. Девушка боится пыли и обильного цветения растительности. В рядах аллергиков она уже седьмой год. Несмотря на то, что за это время она научилась принимать нужные препараты, сезон перехода от зимы к весне для нее всегда особый стресс. На самом деле я очень расстроена и огорчена, что начинается весна, потому что я просто понимаю, что у меня начнется опять это весеннее обострение, аллергия. И вот эта сухость на коже у меня уже появилась. То есть первая стадия моей аллергии. Дальше у меня... Обычные симптомы у меня бывают различные. То есть в принципе это чихание. То есть я постоянно чихаю. То есть могу раз в двадцать чихнуть за раз. Дальше после того, как я почихаю, я начинаю задыхаться. У меня отекают глаза. И сейчас страдания Светланы только начались, так как неубранная с дорог и тротуара в грязь, высыхая, будет подниматься воздух. Пыль – это не что иное, как скопление загрязняющих веществ в воздухе. И оно ведь не... Пыль не присутствует постоянно. То есть пыль – это возникает в большей степени тогда, когда идет какой-то порыв ветра. То есть происходит движение этих частиц загрязняющих. В этом случае у нас управлением организованно. Не в случае ветра, конечно, а в принципе постоянно управлением организованно ведется социально-гигиенический мониторинг за качеством атмосферного воздуха. Такой контроль за состоянием воздуха проводится специалистами в среднем раз в месяц. Четыре раза в день берутся пробы воздуха. В марте количество взвешенных частиц в воздухе, а проще пыли, было в пределах нормы, утверждает Ольга Карачева. Но в этом и следующих месяцах показания изменятся. Как показывает практика, не в лучшую сторону. Но уже сейчас Светлана лечится как может. Кроме таблеток, которые прописал врач, Кировчанка прибегает и к народной медицине. Пьет отвары из полыни и делает примочки. Но можно использовать и другие травы. Делится секретами народная целительница Ариадна Валенская. Что касается средств от аллергии, самым эффективным будет мумио. Оно доступно, можно купить в любой аптеке, стоит недорого. Это уникальное средство, уникальное, природное. Никто не знает вообще до конца, что это за средство, из чего оно состоит. Очень много предположений. Но в качестве лечения аллергии является самым оптимальным. То есть его можно разводить в воде и просто пить. Важно начинать лечение травами заранее, уточняют Ариадна. Тогда приступы аллергии будут не такими острыми. Но в любом случае нужно обратиться к врачу и почаще гулять, желательно за городом. Анна Стефаненкова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Довича. О том, как пережить весну аллергикам, мы поговорим с главным аллергологом области Ириной Ермаковой. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам. Ирина Николаевна, вот вы сейчас смотрели сюжет, сказали, что не согласны вы с какими-то пожеланиями травницы. То есть какие-то травы нельзя использовать аллергикой все-таки. Здесь нужно описательно с осторожностью, если есть полиноз у пациентов, то употребление трав и как раз медовой продукции, там, умею или еще что-то входящее, может, наоборот, вызвать аллергические реакции. То есть в этой ситуации мы, наоборот, полинозникам проговариваем, что ни в коем случае БАДы, отвары травяные нельзя ни в коем случае употреблять. То есть это только согласовывать с аллергологом, с лечащим врачом. Полинозик, да, правильно говоря? Полин – это вообще латынское слово «пыльца». И отсюда у нас пошло название полиноз. Полинозом у нас, да, вот и в Кировской области страдает где-то до 10-20% пациентов. Это идет, когда аллергическая реакция в виде проявления аллергического ренита, конъюнктивита, чихания, насморка, бежит из носа. Кто-то приступы у души провоцируются. И возникает это именно в период светения. Ну, то есть самолечением лучше не заниматься. А вот, скажем, мы сегодня проводили в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» опрос. И спрашивали все-таки весной, бывает аллергия или не бывает. Из проголосовавших у 92% не бывает аллергии. Все-таки есть проценты, у кого аллергия наступает. И вот как распределяется, почему у кого-то есть аллергия, а у кого-то нет? С чем это связано? Ну, здесь в первую очередь мы всегда отмечаем, например, даже предупреждаем наших терапевтов, лороврачей, когда к ним пациенты, категория каких-то пациентов регулярно приходит в весенний период и жалуются на явление риноконъюктивита, бронхоспазма, слезотечения, которые даже протекают без температуры. И особенно в жаркую погоду, уже когда начинает припекать солнышко, и регулярно в течение двух-трех лет почти в одно и то же время они обращаются к докторам. То есть у этой категории мы можем заподозрить именно аллергию весеннюю. То есть они думают, что они простыли, идут к терапевту? Некоторые даже говорят, что у нас открыты форточки, мы ездим и начинаем открывать в машине окно, кондиционеры, то есть простываем. Но получается, когда анализируем именно закономерность, что почти в одно и то же время у пациентов возникают эти симптомы. Скажите, пожалуйста, как еще можно распознать аллергию? То есть это насморк, обильные слезотечения из глаз, слезы. И что еще? Вот как сам человек может понять, что у него аллергия? Ну, начинается у некоторых чихание, слабость какая-то, недомогание, то есть обильное течение из носа. Или наоборот, у некоторых категорий это заложенность носа, то есть не может пациент продохнуть. И поэтому у кого-то даже приступы усиления астматиков, усиление приступов удушья именно вот в этот период. То есть тогда мы можем заподорствовать именно аллергические реакции. А скажите, бывает такое, что не было аллергии, а потом вдруг появилось? Ну, чаще всего все равно она нарастает. То есть идет, с каким-то временем развивается. И особенно опасные, нелеченные аллергические реакции могут приводить к осложнениям. То есть это и атиты, это какие-то гнойные воспаления. Например, если слезотечение, пациент часто трет глаза, то приводит к гнойному конъюнктивиту. Ну, то есть это с детства или это во взрослом возрасте может появиться? Проявление аллергических реакций у нас иногда идет с детства, с детского возраста, когда заведомо у ребенка, мамы и папы аллергики или кто-то страдает. А чаще уже во взрослом состоянии проявление идет от 20 до 40 лет. Понятно. А скажите, как избежать каких-то осложнений? Что нужно делать? Ну, в первую очередь, конечно, обращаться к специалисту. То есть здесь мы уже проводим... Тесты, я знаю, сейчас какие-то делают. Тесты, кожное аллерготестирование, и уже каждому пациенту индивидуально подбираем лечение. То есть когда выявляем какую-то аллергию, то в зависимости, были слабые пробы или сильные положительные пробы, уже в зависимости от этого, или медикаментозную терапию. То есть она может в виде таблеток, может в виде каких-то ингаляторов. А если аллергия сильная, то есть проявление, то мы назначаем аллерген-специфическую иммунотерапию. Что лучше все-таки, профилактика или дождаться и потом вылечить? Конечно, профилактика. Мы всегда за профилактику. А если у человека не было каких-то до этого, например, да, нужно что-то пить специально, чтобы не возникла аллергия? Нет, конечно, если жалоб никаких не было на аллергию, специально принимать ничего не надо. А много у нас аллергиков в регионе? Ну, где-то, я говорю, ну, наверное, 10-20%. От общего, да? От общего заболевания. Их становится больше или нет? К сожалению, становится больше. Еще и в плане того, что хорошо работает диагностика, выявляемость. И, конечно, зависит от экологии тоже. А скажите, насколько правдивы тесты? Вот я знаю, например, у меня знакомым делали как раз вот такой тест, да, и результат показал там аллергия на, ну, что-то волос, там, лошади, вот что-то такое. Но она говорит, я не соприкасаюсь, например, с лошадями. И почему вот тест выявляет так? Ну, во-первых, самые лучшие тесты – это, конечно, проведение кожных тестов. Потому что даже когда к нам приходят после обследования по инвитро, по специфическим иммуноглобулинам, Е и G приносят показатели, то мы всегда все равно перепроверяем и смотрим внутри кожного, чтобы подобрать именно лечение. Достоверность вот инвитровских тестов, то есть они где-то 30-40%, кожных тестов 96-98%. Спасибо, что пришли, ответили сегодня на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях была Ирина Ермакова, главный аллерголог области. Спасибо, мы продолжаем. История длиной в три десятка лет. Сегодня в Кировском музее космонавтики отметили юбилей – 30 лет со дня основания. В программе празднования было посещение космической выставки и награждение тех, кто принял участие в строительстве космоцентра. А началось все с приветствия директора музея. По словам Игоря Загребина, за все десятилетия было проведено около 12 тысяч экскурсий по залам. А на базе учреждения прошло 14 циолковских чтений, участниками которых стали больше 6 тысяч детей из 72 регионов страны. Само здание тоже сильно преобразилось. Это в своей речи отметил космонавт Виктор Савиных, который, к слову, был одним из инициаторов открытия в Кирове музея космонавтики. За много лет он изменился. За много лет появилось очень много всевозможных экспонатов здесь. Здесь устраивали выставки наших художников-кировчан и художников Володи Джанибекова. Здесь была целая выставка. Алексей Алексеевич Леонов приезжал сюда. И много-много космонавтов побывало в этом, не побоюсь этого слова, что замечательный музей. Я видел много космических музеев. Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Привет, Катя. Мировые ленты новостей сегодня заполонили кадры с места крушения самолета в Алжире. Воздушное судно, на борту которого находились военнослужащие, потерпело крушение вскоре после взлета с аэродрома. Как сообщает телеканал «Эль-Арабия» со ссылкой на военные источники, в результате авиакатастрофы никто не выжил. По последней информации, на борту военно-транспортного Ил-76 могли находиться до 250 человек. Сейчас на месте крушения ведутся поисково-спасательные работы. Причина катастрофы выясняется. В Кирове разыскивают мужчину, который избил посетителя бара. Видео подозреваемого размещено на сайте ОМВД по Кировской области. По данным полиции, инцидент произошел в одном из заведений города. Как рассказал 42-летний кировчанин, в туалете бара на него напал другой посетитель, избил его и забрал около 4000 рублей. На вид злоумышленнику 20-25 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, темные волосы, небольшая борода. Если вам что-либо известно о личности и местонахождении данного мужчины, позвоните по телефону 02. Жизнь за таз рыбешки для кошки. Так называется видео, опубликованное сегодня Сибирским региональным центром МЧС. На кадрах видно, как мужчина тащит за собой на санках скромный улов. В это время под набежавшей волной достаточно толстое ледовое поле начинает разваливаться на многочисленные куски. Причем рыбак остается невозмутимым и продолжает снимать видео и комментировать произошедшее. К счастью, трагедии удалось избежать. В МЧС попросили максимально распространить это поучительное видео. В соцсетях же посыпались многочисленные комментарии, в основном оскорбительного характера. Комментаторы недоумевают, ради чего стоило лезть на такой опасный лед. Интернет-пользователи теперь могут совершить виртуальную экскурсию по Луне. Новинку опубликовали представители НАСА. Долгие годы специалисты космического агентства собирали данные с зондов, вращающихся вокруг Луны. Затем они оцифровали полученные данные и создали из них виртуальную экскурсию. Ролик с прогулкой по самым живописным районам спутника Земли сопровождается красивой музыкой. Эксперты уточняют, что видео сделано в разрешении 4К. Оно позволяет рассмотреть объекты лунной поверхности с потрясающей четкостью. За относительно небольшой промежуток времени ролик набрал уже огромное количество просмотров. У меня на этом все. Катя. Сейчас небольшая пауза. Не переключайтесь. Впереди еще много интересного. Это «Давичи» и мы снова с вами. Поговорили об искусстве. Студенты опорного вуза области встретились с московским арт-деятелем Антонио Джеуза. Он рассказал подрастающему поколению о новых видах видеоискусства. Каких именно, знает Елена Шарыгина. Я первый художник, который использует мобильный телефон. И что? Это не значит, что ты сделал хорошую работу. Покажи работу, тогда это все мы можем обсудить. На лекцию о необычном виде искусства в видеоарте собрались не только студенты профильных специальностей, но и все желающие. Среди собравшихся была Светлана Клепикова. Она учится на втором курсе опорного университета. И такие встречи никогда не пропускает. Потому что девушка является участником проекта «Город в движении», а эти лекции являются его частью. Как произведения искусства выходили в рамки города, как люди их воспринимали или наоборот не воспринимали. И каждый раз нам рассказывают что-то новое, чтобы нам потом было легче работать с городом. Ну и, конечно, это саморазвитие. На каждой лекции мы узнаем абсолютно новые интересные вещи. Поэтому это здорово и полезно. Например, в этот раз ребята узнали от Антонио Джеуза, как развивался в России и в мире видеоарт. Как пояснил московский художник, такой вид искусства родился с появлением первых видеокамер. Но чтобы сделать видео искусством, требуется серьезная подготовка, пояснил спикер. Именно в чем разница между хом-видео и то, что художники делают для искусства. То есть очень важно определить, поскольку как формат все мы можем снимать видео всех. Особенно сегодня есть возможность, мобильный телефон, тоже есть функция видео. Но делать искусство совершенно другое. Поэтому я объясняю именно, как художник использует это определенные инструменты, видеокамера, чтобы создавать искусство. Этим навыком Антонио Джеуза учит молодых людей по всей стране. Он часто ездит по регионам и встречается с местной молодежью. Кстати, лектор признался, самые необычные вопросы на таких встречах задают именно студенты региональных вузов. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Довича. Встреча с известным критиком прошла в рамках проекта «Город в движении». Эта программа реализуется при поддержке фонда президентских грантов. О самом проекте и его предназначении мы поговорили с представителем молодежного творческого центра Дарьей Ткачевой. Идея появилась вполне закономерно. Она опирается на наш предыдущий опыт. То есть у нас, у молодежного творческого центра, был уже проект кинофестиваля под открытым небом «Десять вечеров». Был фестиваль искусств под открытым небом «Спаска» и «Опен-стрит». То есть мы так или иначе по мере возможности пытались найти способы как-то работать с городской средой в нашем городе средствами искусства. Плюс подключилась Ирина Брежнева, хореограф-театр на «Спасской», с которой мы тоже делали проект музейный «Внутренняя среда». И тогда нам стало интересно вместе работать, то есть используя практики хореографические, перформативные и через них осваивать, познавать городскую среду и восприятие человека, находящегося в ней. И потом стали думать, что делать дальше. Вот появился такой проект «Город в движении». Решили попробовать очень любопытный жанр видеотанца, совместив и тему города, и перформативные телесные практики движения, и используя такой очень интересный формат медиума, как видео. Данная лаборатория наша, наш вот этот жанр, он не предполагает наличие изначально каких-то особых знаний. То есть можно прийти абсолютно чистым. И наши кураторы, ведущие лаборатории Александр Любашин и Дина Верютина, кто приезжает из Санкт-Петербурга, они, скажем так, научат всех. По итогам первой лаборатории, которая пошла в феврале, мы даже удивились, насколько действительно интересные вещи стали получаться у наших участников. Во-первых, у нас работает практическая программа. Это каждый месяц ориентировочно два события. Регулярно происходят лекции, общения. И будут еще две лаборатории. Ближайшие будут в мае. Приедут, опять же, наши кураторы Санкт-Петербурга. Потом мы планируем провести лабораторию в августе. И итог проекта будет осенью, в октябре-ноябре. Сейчас мы окончательно думаем над форматом. Но знаем точно, что это будет выставка видеоработ наших участников. И мы очень хотим сделать проекции в городской среде этих работ. В идеале там, где эти работы были сняты, то есть либо, если у вас возможность, на фасад здания, либо на какой-то экран, который будет поставлен специально. Но наша задача — вернуть вот этот диалог с городом, вернуть его обратно в городскую среду. Нам бы это очень хотелось. Конечно, мы понимаем, что и такой задачи не стоит, что мы получим какие-то прямо произведения искусства. Это эксперимент. Мы хотим, чтобы люди, которые поучаствовали, узнали что-то новое. Мы получили, возможно, какой-то новый инструмент для выражения своих мыслей, своих чувств, своего восприятия в городе. Мы хотим показать, что о городе можно говорить иными средствами, кроме статистики, рекламных, либо критических каких-то видеороликов. Мы живем в этом городе, мы его как-то чувствуем, мы в нем постоянно находимся. Он нам иногда даже, может быть, не нравится, но при этом с каждым местом связаны какие-то теплые воспоминания. Обратить внимание на эту сторону в работе с городской средой нам хочется. И искусство для этого наилучший инструмент. Сейчас о том, что ждет нас в четверг, 12 апреля, об этом расскажет моя коллега Елена Шарыгина. Привет, Лена. Какие завтра будут события? Завтра, 12 апреля, во всем мире отмечается День космонавтики. В том числе и в нашем городе, к тому же у нас же есть история. Завтра будет торжественное мероприятие в детском космическом центре на Преображенской, 16. Начнется все в 10 утра. Будет презентация и показ фильма «Колыбель». Презентацию проводят продюсер Татьяна Бодрова и режиссер Артур Сухонин. Этот фильм о космонавтике. И кроме того, кстати, вообще на мероприятии, на праздновании Дня космонавтики в Кирове будут принимать участие дети из неблагополучных семей, дети-сироты, дети-инвалиды и воспитанники детских домов. И, кстати, после презентации фильма будет экскурсия по детскому космическому центру. Ну, кстати, уже сегодня началось празднование. Да. Ну, в частности, сегодня отмечали юбилей музея Циолковского. И вот как раз Виктор Петрович Савиных, который там был, он рассказывал про космонавтику очень много. И рассказал о том, как собирался музей, как дарили ему экспонаты. Когда он сообщил в Москве своим знакомым космонавтам о том, что они собираются открыть музей в Кирове, ему надарили кучу всяких экспонатов. Вот он все это рассказывал. Чтобы они были представлены в музее, да? Здесь у нас, в Кирове. Да, и они сейчас все у нас выставляются в нашем музее. Кроме того, завтра пройдет пресс-конференция в областном ОМВД по вопросам кражи из садовых домов и квартир граждан. То есть с наступлением весны тепла эта проблема становится актуальной, по мнению полицейских. То есть они расскажут, как защитить свои дачные участки от грабителей. Да, я думаю, они напомнят о мерах профилактики, возможно, какую-то статистику за прошлые годы озвучат. Вот, приглашают нас. Кроме того, завтра у нас тоже пройдет пресс-конференция в рамках Всероссийского эколого-просветительского проекта «Заповедный пояс». Напомню, вот у нас в нашем регионе есть заповедник Нургуш. Он находится в Нагорском и Котельническом районе. И он входит в состав федеральных особо охраняемых природных территорий. И вот будут обсуждать, как сохранить, как охранять. Кто это собирается? Экологи какие-то, нет? Экологи, да. На базе ВИАДГУ. Это участники автоэкспедиции совместно с государственным природным завоведником. То есть сотрудники этого завоведника. Так, что еще? Завтра у нас еще будет в общественной палате заседание рабочей группы по взаимодействию с правоохранительными органами. Они обсудят, как может общественность влиять на пожарную безопасность в общественных местах города. Сейчас очень актуальный вопрос. Да, еще они обсудят частный случай в поселке Юрья. Но что там будет, мы пока не знаем. Завтра узнаем подробности. И третий вопрос, который они будут обсуждать, это организация призыва Вооруженные силы России. Стартовал уже призыв, насколько я знаю. Да, и тоже, как может общественность влиять на морально-нравственные и физические качества призывников. Обсудят. И не уходя далеко от этой темы, завтра пройдет пресс-конференция в сборном пункте Кировской области по вопросам проведения призыва. Кстати, вот для справки в этот призыв, апрель-июль 2018 года 1600 человек из Кировской области отправятся в армию. Это больше, чем в прошлом году есть данные? Или примерно столько же? Примерно столько же. И хочу отметить, что большинство из них, 818 человек, отправятся служить в сухопутные войска. И воздушно-космические войска, кстати, тоже достаточно, ну, 10 человек отправятся. Все, спасибо, Лена, за то, что рассказала о событиях. Мы продолжаем дальше. Какой будет погода в четверг, 12 апреля, об этом расскажет Надежда Шабалина. Давайте узнаем, что нас ждет. Здравствуйте, меня зовут Надежда Шабалина, и я расскажу о погоде на четверг, 12 апреля. В ночные часы на территории региона ожидаются кратковременные осадки. В свою очередь, похолодание принесет атмосферный фронт. В связи с этим днем облаков на небе станет меньше, осадки прекратятся, но потепление все же ожидать не стоит. А теперь подробнее расскажу о том, какая погода ждет жителей региона в четверг, 12 апреля. В Кировской области ожидается переменная облачность, и местами пройдут осадки в виде дождя. В Лазии в Кирсе плюс 3 градуса, в Яранске и в Котельниче плюс 5. В Ветских полянах, в Слободском и на Линске ожидается на градус ниже. В городе Кирове днем будет пасмурная погода и преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 3, плюс 5 градусов, ночью в городе 0, минус 1. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Ветер подует западный скорость, которого будет 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха составит 51%, магнитное поле слабо возмущенное. 100 лет назад, 12 апреля 1918 года, температура воздуха днем была плюс 6 градусов, ночью минус 4, и тогда было без осадков. А вот 50 лет назад, в 1968 году, в этот день было намного теплее. Так температура воздуха днем была плюс 14 градусов, ночью плюс 4, и было также без осадков. Это был прогноз погоды на 12 апреля, и у меня на этом все. Желаю вам удачного четверга. Такой была эта среда, 11 апреля, глазами наших корреспондентов. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами, сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. А наш информационный вечер продолжается ровно в 20 часов, стартует журсовет. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Екатерина Зубарева. Всего доброго, до свидания. Одежда ведущей предоставлена магазином стильной женской одежды «Сержинетти».